Обрести бессмертие значит исцелиться от программ саморазрушения. Как они работают? Программы саморазрушения, по сути, это подсознательный поиск смерти, программирование себя на старение. Казалось бы, это абсурдно и не должно быть кому-то интересно. Но как обстоят дела на самом деле? Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что саморазрушение происходит скорее на уровне подсознания, создавая у человека неосознанное желание куда-то сходить. Выкурить сигарету, чтобы расслабиться, или же оказаться в каком-то месте, где происходит неблагоприятное событие и т.д. Человек – многоуровневое существо и может заранее предвидеть события. Это называется интуиция. Только раскрыта она пока далеко не у всех, если в приоритете стоят разрушительные программы, принятые человеком и закрепленные под сознанием. Это как раз те установки, диктуемые эгрегорами и системами через их одобрение. Один из ярких примеров – огромные очереди на посещение Крыма, территории, которую, в принципе, небезопасно посещать на данный момент по причине военных действий. И вообще может показаться странным, почему туда потянулось много людей, создавая огромный риск для себя и своих детей. Проще задать вопрос, кому это выгодно. Такое неосознанное желание поехать на погибель могло возникнуть через психотронные программы из телевидения и трансляций госэгрегоров, а также принятие громких лозунгов о нашем Крыме. Принимая это в свои чертоги, человек мог становиться управляемым, так как эта программа нарушает закон мироздания. Что сотворишь ближнему своему, то сотворишь Господу своему, себе. Именно принятие имперских программ разрушения могло породить программу саморазрушения в человеке и, в свою очередь, создав для себя разные причины. Почему нужно поехать именно туда, а по факту, выход, восстановление мира в себе через искреннее пожелание мира, изначального мира, почитания жизни, вспоминая, что победа – это не значит победить над кем-то, но значит победа мира. Так пусть же победит мир, пусть защищены будут все дети мира от взрывов, пусть восторжествует мир в каждом сердце, сейчас. Безусловная любовь Творца лечит все, так прояви же ее в себе. Продолжение следует...